Приветствую вас и, конечно, природа того, о чем вы пишете, не совсем ясна по такому вот тексту. У вас определенно есть глубинные проблемы, глубинные причины для того, чтобы так себя вести. Исходя из того, что вы описали, я могу предполагать, что у вас есть неуверенность в себе, у вас есть, так сказать, страх перед другими людьми, а также проблема в осознании самой себя. И все это было бы актуально, если бы вы не написали такую вещь, что вы работали женщиной-психологом, и эта женщина-психолог как-то вам помогла. Что вы поняли какие-то вещи, вы сказали, что вы подчеркивали, что можете сделать в жизни что-то правильное. Хорошо, пусть так, вы можете сделать в жизни что-то правильное, но тогда возникает вопрос. А вот что вы поняли из общения с женщиной-психологом? Что вы поняли? Что вы для себя выяснили? Что вы для себя выявили? Что вы для себя открыли? Какие направления вы получили? Что-то решили? Какая-то часть проблем ушла, какие-то появились? На эти вопросы важно отметить. Чем помогла вам женщина-психолог? Какие проблемы она помогла вам решить? И, собственно говоря, какие проблемы у вас остались? Какие проблемы продолжают мешать вам жить до сих пор? Из текста, который вы написали, это не очень понятно. И я просил бы вас этот момент пояснить. То есть, неуверенность в себе, которую вы испытываете при общении с другими людьми, невозможно разговаривать. Это нежелание, страх принимать себя такой, какая вы есть. Ведь в других людях мы видим отражение самих себя. И получается, что вам не нравится то, что вы в них видите. Созникает логичный вопрос. А если вам не нравится то, что вы видите в них, точнее, если вам не нравится, если вы не нравитесь себе, вот, возражение этих людей, то тогда получается, что вы не нравитесь сами себе. Вы не принимаете сами себя. И нужно ответить на вопрос, а почему и что вы не принимаете в себе. И тогда вам будет понятно. Вам вы будете лучше понимать причины того, почему у вас возникают проблемы в общении с другими людьми. Дальше. Как психолог я могу сказать вам, что ваши перепады настроения, перепады эмоций связаны с тем, что вы не умеете и не выражаете их естественным образом. То есть они у вас как бы копятся, 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 а потом резко вы их выпускаете. Тогда как эмоции сами по себе лучше выпускать сразу, чтобы они постоянно выражались. Тогда не будет взрыва. Соответственно, нужно понять, а что мешает вам, опять-таки, выращать эмоции сразу. Постоянно. Если что-то мешает, это нужно определить, что именно. Но, скорее всего, и мешает вам, я думаю, только то, что вы не принимаете какую-то часть себя. Это самая глубинная проблема. Ну и общение с родными, с родственниками, мне кажется, тоже имеет большое значение здесь. Вот примерно так видятся мне ваши проблемы, которые нужно разбирать со специалистом более конкретно, потому что вот так в формате ответный вопрос разрешить ваши проблемные моменты нельзя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше.